приветствую друзья на моем канале продолжая ремонт магнитофона маяк 233 вроде все работает нормально подстроил перемотки есть переключается все следующая задача которую нужно решить это в принципе было первоначальным условием или так сказать техническим заданием от владельца магнитофона установить вот такой блок это модуль mp3 с возможностью подключения bluetooth 5.0 FM радио и usb включая приемник он сейчас работает без антенн еще не придумал куда здесь поставить эту антенну и как его закрепить место там на плате есть под вывод пока вот работает без антенны шумами списком но все же радио работает приемник настраивается каналы переключаются сейчас подключу флешку тут совсем другой будет результат вот нормально работает так вытягиваю и включается автоматически кассета при обратном при подключении модуля кассета должна остановиться и выключиться двигатель отключая этот магнитофон тут запись с youtube и поставлю этот модуль подключая с выключенным магнитофоном включится так как и должно быть сделал я подключение этого модуля с таким условием что его можно в любое время снять с магнитофона и вместо него поставить кассету и он будет работать притом не нарушая внешний вид самого магнитофона у меня было куча комментов видео по переделки маяка 240 где ребята возмущались что ты сделал балалайку они аппарат маяк 240 это супер возможно не спорю у каждого мнение свое по этому поводу ну в данном случае я говорю еще раз я сделал так что магнитофон остался магнитофоном а приставка сама по себе при подключении модуля двигатель и управление магнитофоном автоматически отключается при том работает индикатор магнитофона запитан модуль от блока питания магнитофона вот в этой схеме я сделал подключение mp модуля схеме магнитофона маяк 233 принципе такое соединение можно сделать и в маяках 231 и 32 сделали несколько вариантов схемы подключения разной сложности первое основное я хотел применить для коммутации звукового сигнала электронный коммутатор собранный на микросхеме 561 кт 3 получалось два корпуса только чтобы управлять сигналом по двух каналах ну и плюс еще микросхема управления остановился я на схеме управление реле пришлось применить данном случае три реле ну кажется схема проще не бывает так и как она все это у меня работает чтобы не портить дизайн магнитофона я буду использовать розетку разъема дистанционное управление практически она никогда не используется при том она имеет 7 выводов что вполне достаточно для подключения модуля у меня была проблема я не мог найти штекера на 7 выводов а был только на 6 но этих 6 выводов достаточно для полноценной работы схемы напряжение питания плюс 12 вольт с разъема x7 контакт 3 блока а 11 устройство управления режимами поступает на третий контакт розетки xs1 а также для питания реле к 1 к 2 к 3 штатном режиме работы магнитофона через контакты реле к 3 2 плюс 12 вольт подается на плату управления для этого разрезается соединение между разъемами x30 x31 x30 это 9 и x31 это 6 выводы а в этот разрыв провода устанавливаются выводы этого контакта реле схеме предусмотрено отключение двигателя в режиме когда работает mp3 модуль для эту установлено реле к 2 которые своими контактами размикает цепь питания двигателя в режиме когда работает только магнитофон контакты этого реле постоянно замкнуты и двигатель работает на схеме указаны положение реле когда аппарат работает в режиме магнитофона без подключения mp3 модуля применяемые здесь реле к 2 и к 3 и к 0 c20f это распространенные реле напряжение катушки 12 вольт постоянного тока выдерживают нагрузку контактов 5 ампер при 240 вольтах что вполне подходит для коммутации двигателя и цепей управления электромагнитами магнитофона один недостаток в моей схеме это то что они имеют только одну пару контактов так как мне нужно было две группы контактов ну и пришлось оставить два реле сигнал звуковой частоты переключается реле к 1 тип реле rs22 напряжение питания обмотки катушки реле 12 вольт постоянного тока самое главное что это реле имеет 4 группы контактов что хватает для коммутации двух каналов левый и правый а также подачи сигнала левый и правый канал на индикатор группы контактов к 1 5 и к 1 2 это коммунирует сигнал на индикатор группа контактов к 1 5 включается разрыв дорожки соединяющие 8 блок контакт 11 и микросхему д3 вывод 1 12 контакты группы реле к 1 2 подключены между 9 выводом блока а8 и 7 и 10 выводом микросхемы д3 в режиме когда работает магнитофон эти контакты контактный групп 1 5 и 1 2 замкнуты сигнал на индикатор поступает с предварительных каскадов магнитофона но если подавать сигнал с mp3 модуля тогда этот сигнал проходит с разъема 4 резистор r1 r2 и на контакт группе контактов 1 и 5 и второй канал 6 вывода через резистор r3 r4 на контакт группе k12 обращу ваше внимание на делители резистора r1 r2 r3 и r4 проблема в том что если подавать сигнал прямо с mp3 модуля на плату индикатора этот сигнал получается очень маленький и индикатор практически не работает подключил я его через плату воспроизведения там стоит операционный усилитель 157 уд 2 этот сигнал оказался уже большой пришлось ставить вот эти делители это компромисс получился очень малый сигнал а если через усилитель уже очень большой вот и пришлось поставить поэтому эти резисторы группы контактов реле к 1 4 и к 1 3 это коммутация звукового сигнала на конечный усилитель низкой частоты группа контактов к 1 4 включается в разрыв цепи соединяющий микросхему d4 вывод 12 и 12 контакт платы а 6 шумоподавителя группа контактов к 1 3 подключена в разрыв цепи соединяющие 8 вывод микросхемы d4 и 12 вывод шумоподавителя блок а 7 подключается модуль через разъем xp1 xs1 со стороны штекера внутри вывод 1 и 2 они объединены вместе это для того чтобы включить реле к 1 к 2 к 3 то есть при включении штекера в разъем xs1 реле включается и магнитофон переходит в режим работы от блока mp3 питание на модуль mp3 также снимается с 3 вывода и подается на микросхему питания модуля выход с модуля левый правый канал через четвертый и шестые выводы подаются на входы плат шумоподавителя правый и левый канал и на плату индикации левого и правого канала по схеме я показал что куда подключать надеюсь это понятно но сейчас перехожу практике распаял я выводы это mp3 плеера хозяин его установил здесь на такую плату я только подключил к разъему вот этот разъем у меня 1 6 и подключается вот к этому гнезду это дистанционное управление сейчас я сделаю более большим планом вот здесь он на 7 выводов но у меня на 6 нет у меня такого штекера на 7 выводов сигнал с этого разъема по проводам поступает вот на реле рез 22 вот это сейчас я разверну чтобы было более удобно смотреть с этой стороны наверно будет лучше видно так вот это резистор r1 r2 r3 сигнал который снимается на индикатор сейчас я сделаю поближе камеру вот так я ее закрепил эти два на корпус на общий провод этот резистор приходит на контакт и на контакте получается средняя точка резистивного делителя эти провода пошли на шумоподавитель и дальше на усилитель низкой частоты перекину шасси снизу и покажу как там я эти провода временно пока закрепил итак что здесь есть на этой плате вот так я завел сюда эти жгуты это дорожки порезанные для подключения индикатора пока временно еще раз пропаяю их здесь за изолирую нормально но вот они так здесь и будут в этом месте а сейчас покажу где на шумоподавители вот тут я тоже прорезал дорожки и между дорожками и здесь вот запаял левый и правый канал конечно сигнал с блоком mp3 можно было подать сразу на вход а конечно усилителя мощности я тоже пробовал его подключал на входы но мне оказалась эта идея не совсем верная но выигрывал в том что в принципе получался модуль и сразу же выход усилителя минуя регуляторы шумопонижения и тому подобные вещи но подключение к плате шумопонижения мне показалось более оптимальный вариант но это вам выбирать куда подключать этот модуль еще хочу обратить внимание на подключение общего провода магнитофона и модуля mp3 подсоединил подсоединил к проводу общему в этой точке усилители низкой частоты общему и корпус к корпусу прикрутил отдельную клемму и припаял его это избавило от помех от модуля mp3 и возможность запитать от блока питания магнитофона этот модуль еще покажу как я запитал реле сейчас перекидываю назад это шасси камеру установлю вот эти провода это запитка катушки реле она параллельно вот этим реле обмоткам сейчас я ближе подтяну сюда покажу вот вот это реле у меня для блокировки двигателя я разрезал провод который идет на этот двигатель и пустил через контакты этого реле покажу как это будет снизу ближе к камеру чтобы было видно немножко ниже ну вот тут провод я его засадил в термоусадку сейчас я потяну его оттуда заплатой вот он этот провод вот да еще покажу вот блокировки кнопок управления этот разъем тоже там один провод разрезанный там по схеме я показывал какой сейчас сверху покажу где его разрезал вот это реле К2 и вот тут с разъемом разрезал пустил на контакты а вторую второй вывод прямо на этот разъем вернулся вот так сделал обмотки катушек реле К1 К2 вот эти включены параллельно я честно говоря первоначально тут думал ставить только одно реле для блокировки двигателя но потом поставил и для блокировки еще кнопок управления потому что и получилось это реле немножко со стороны приклеено ну вот этот провод идет сюда на оплату режиму управления на конденсатор C12 вот этот конденсатор сейчас я покажу как это все будет выглядеть там снизу к проводнику идущим на конденсатор C12 подключенный третий вывод разъема соединяющий модуль MP3 идущий на приемник а этот синий на реле таким образом напряжение 12 вольт подается на модуль и на питание реле подключаю модуль проверяю приемник пока без антенны еще но он бедняга старается что-то ломит подключаю флеш в центре сюжет устали все нормально работает так александр давай сюда bluetooth проверим как он работает включая работает и неплохо работает как по мне так забирай свое радио сейчас я отключаю так это работает от флешки usb ну тоже нормально так вытягиваю этот модуль и должен включиться магнитофон работает и от магнитофона работает и от магнитофона вот такая техника получилась ну скрутил я все уже вместе и проверяю еще раз перед тем как его отдать клиенту еще погоняю конечно пару дней ну вот ну вот я не знаю насколько получился дизайн этот возможно нужно было как-то сделать по другому ну не знаю так получилось если клиент скажет переделать переделаю возможно что-то не так а пока работает он нормально я считаю для такого модуля я не думал что он будет так работать сейчас еще раз покажу что он работает от флешки а после этой школы морского пехотинца ты еще можешь прослужить и только по так без проблем спультан переключается но еще раз проверю этот блютуз переключается треки переключаются треки и все и и и и и и и и пауза остановилась и включилась все нормально ну вот так кратко о ремонте этого магнитофона и еще скажу если вы не думаете эксплуатировать как магнитофон а как приставку к mp3 модулю так не надо ставить этих реле все включите как по схеме такое место реле поставьте эти перемычки и будет у нас прекрасно работать вот так кратко по этому магнитофону возможно что-то забыл еще сказать будут вопросы конечно задавайте по возможности отвечу ну что ребята удачных ремонтов вам всем и до новых встреч на моем канале